Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, военный эксперт, генерал, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко. Вместе с нами Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Сегодняшний эфир начнем с обсуждения высказывания Михаила Ходорковского. Он сказал, что Украина и Запад фактически уже проиграли войну. Говорит, что даже с учетом американской помощи соотношение расходов на войну в лучшем для Украины случае составляет 2,5 к 1. При таком раскладе сил Украина к концу года потеряет Харьков, к середине следующего года Одессу. Соотношение сил станет 10-15 к 1 к концу следующего, 25-го года. К середине 26-го Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все лучший сценарий, если украинская армия будет героически сопротивляться, несмотря на безнадежность ситуации. Ваши мысли? Ну, понятно, что эта информация и вообще этот текст направлен на то, чтобы подорвать. То есть это информационно-психологично-специальная операция, элемент, скажем, пророссийский. Россияне как раз добиваются, чтобы была такая оценка с целью давления на руководство и на граждан нашей страны в первую очередь, а также наших союзников. То есть, по большому счету, нового тут ничего нет. Есть, возможно, расклад по времени и по количеству. То есть я вот как военный ученый хотел бы, так сказать, увидеть все эти расчетные данные, на чем они строятся, зиждятся. И вопрос тут не только американцам, но важно и помощь и участие наших союзников в Европе. Потому что мы видим по действиям американцы из-за океана. В свое время британцы их по помощи упрекали, что из-за океана им там спокойнее и нерешительнее. Во время Второй мировой войны и зараз сейчас ситуацию, мы тоже видим, что никуда не делся этот океан. Атлантический все-таки через океан им проще действовать и помогать или не помогать. И тогда возникают вот в этой борьбе информационные вот такого рода посылы, которые пытаются подорвать. С точки зрения военной, на мой взгляд, расчет сил или показателей, которые излагаются, они не соответствуют действительности. Ситуация, безусловно, непростая. Мы об этом говорили, что эксперименты американцев на полгода без помощи, это нам будет иметь тяжелые последствия. Мы знаем, что были возможности и формы оказания нам помощи в этих условиях, и остается сейчас. Даже там, мы помним, пакет на 300 миллионов, не говоря уж и о помощи Израилю, которая входит, то есть там же не только нам, но и Израилю, и Тайванию, и так далее. А несмотря на эту паузу, в целом по принятию закона эта помощь шла скрыта и прочее. Поэтому тут важно, чтобы сделали выводы сейчас и реформировались в этой помощи, и решали вопросы более интенсивно и более мощно. И тогда эти результаты будут совсем не такие, как это было изложено в информации, приведенной вами. Давайте о текущей ситуации поговорим, проанализируем. Главной целью российских войск на Харьковском направлении остается населенный пункт Волчанск. Однако, пока противнику не удалось реализовать тактические задачи. Более того, силам обороны удалось частично вернуть некоторые позиции. Об этом рассказал командир батальона «Ахилле» с 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко. По его словам, украинским защитникам в значительной мере удалось все же потрепать штурмовые подразделения противника, в результате чего тот понес потери в легкой бронированной технике и артиллерии. Как вы оцениваете ситуацию, которая по состоянию на 20 мая складывается в Харьковской области? Ситуация тяжелая, причем на обоих направлениях на севере. Северное направление – это Клинцы, от Харькова северное направление, а северо-восточное – это Волчанск. Оба направления для нас важны, потому что Клинцы – это направление короткое непосредственно к Харькову. Если мы с вами рассматривали три варианта действий на Харьковском направлении – разведка боем, второе – за полосу приграничную, которую Путин называет санитарной, а третье уже непосредственно при соответствующих силах – это попытки и боевые действия по захвату Харькова. Так вот с первой этой фазы они на этом направлении перешли ко второй. То есть уже по силам, которые заведено, они доверили в целом на этом Харьковском направлении до где-то 35 тысяч по оценкам зарубежных специалистов. Это уже за буферную зону, которую на участие они захватили территорию. Сад генерал Сырский говорил о том, что полоса расширилась до 75 километров, то есть это уже второй вариант. Ну и делается все, чтобы не было у них возможности перевести в третий вариант, то есть бою непосредственно за город Харьков. Второе направление в Овчанск, там не столько с Харьковом связано, сколько с тем, чтобы иметь дальнейшую перспективу продвигаться вперед войсками. Если посмотреть на карту, северо-западом направление относительно Купянска. То есть зайти в тыл нашей группировки, которые обороняют Купянск, они там с северо-востока и с юго-востока, мы знаем, месяцами пытаются выйти и захватить, однако это им не удается. И поэтому вот захват того же в Овчанске движения в этом направлении имеет угрозу вот такого уровня. Поэтому подтягиваются наши резервы, боеприпасы, поставка туда, бронетехники отдельной, с целью стабилизировать ситуацию, сказать, что это произошло пока преждевременно, но вот с нашей стороны прилагаются очень серьезные усилия, чтобы это осуществили. Кроме того, вот линия обороны, о которой говорится, где она там была, так вот как раз по Клинцы и в Овчанске, это та линия, там, хотя в самом городе, к сожалению, вокруг него, но сам по себе город можно использовать как рубежи обороны. В общем-то вот по направлению непосредственно на сам Харьков там есть соответствующие сооружения, отношения и прочие, ну, которые, оборонительные рубежи, за которыми можно зацепляться, которыми можно организовывать соответствующую систему обороны. Президент Зеленский сказал, что российские войска не достигают своей цели в Харьковской области, а именно растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донеччины. Мы помним, что сказал Путина в Пекине, говорит, что вынуждены были начать вот это наступление российские войска в Харьковской области, потому что обстреливают Белгород, необходимо создать ту самую санитарную зону, о которой вы упомянули выше. Скажите, пожалуйста, а вот все же основная цель вот этого наступления в Харьковской области, вот в чем заключается? Россияне собрали ресурсы, резервы, но это произошло на конец прошлого года, благодаря которым начали стратегическую наступательную операцию. Работают над тем, чтобы эти резервы увеличились, и поэтому, на мой взгляд, это как пробный камень на усиление экспансии наступательных возможностей. Наш президент же делал заявление, что на конец, скажем, мая, начало июня, возможен второй этап в их продолжении их стратегической наступательной операции. Поэтому как раз вот в планах реализации, это была разведка боем просмотреть, а насколько мы что-то существенное создали к этому моменту, для того, чтобы оценить соотношение сил, то есть их потенциал наступательный и наш оборонительный, на основе которого проводится корректировка наступательных планов операции второго этапа. Вот это они и делают сейчас. Sky News пишет о том, что бригады украинской армии были переброшены под Харьков перед российским вторжением в Харьковской области 10 мая. Командир артиллерийского подразделения 57-й бригады с позывным «Черный» рассказал, что его бойцы открыли огонь по силам российской армии, которые скапливались. Мы били по танкам на границе, заявил он. И добавил, что на тот момент боевые действия на этом направлении уже шли полным ходом. Но вот эта информация, этот материал Sky News, он, по сути, также и опровергает те материалы, которые появлялись и в британской прессе, и в американской, что вот это наступление в Харьковской области, оно застало врасплох военно-политическое руководство Украины. Восплох, скажем, сказать так нельзя, хотя бы потому, что в открытой печати недели за две генерал Скибицкий, представитель Главного управления разведки Министерства обороны, говорил о том, что наша разведка имеет сведения по планам действия противника в Харьковском направлении ИСУ. Мы же помним это, это в открытой печати, то есть врасплох с этой точки зрения нет. Другое дело, что за это время и еще раньше было сделано для того, чтобы существенно усилить эту систему обороны на этих направлениях, для того, чтобы успешно, устойчиво обороняться в случае реализации этих планов. Не все получилось как бы на Харьковском направлении так, как хотелось бы, и поэтому сейчас прилагаются усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию. Есть определенные накопления на направлении на суммы, но опять-таки противник, это же обычная работа штабов по оценке ситуации, которая динамически меняется. Ресурс определенный у них есть, силы резервов, и здесь вопрос ставится или усилить их действия именно на Харьковском, чтобы достичь цели, которые мы с вами уже обговаривали, или открыть еще одно направление на сумму. Ну, судя по ситуации, пока как бы по поводу суммы они решения не принимают, а может, ну, хотят на то, что мы видим сейчас, усиливать непосредственно продвижение на Харьков, для того, им надо, так сказать, захватить вот это, на этом направлении основу нашей обороны, и взять, если что касается Купянска, это вот захватить Вопчанск. Поскольку они не достигли этих результатов, благодаря действиям сил обороны Украины, то, возможно, будет усиливать просто это направление, а не открывать новое. Потому что, ну, можно набрать направлений достаточно, к сожалению, это наша ситуация по кантнаступлениям в прошлом году, где ресурс был на одно направление, а мы там с учетом Херсонского, к осени вообще, так сказать, этот ресурс распределяли аж на 4. Но это был нерациональный подход, и поэтому здесь они тоже смотрят, это можно там еще суммы включить и еще что-то, то есть это как бы боксировать растопыренными пальцами. А военное дело и объективный закон ведения войны, оно требует сосредоточения в кулак, и только в этом достигать цели. Они это знают, они, значит, уже сделали выводы из ошибок начального периода войны для них, они имеют опыт, и поэтому, ну, как видим, они ориентируются и пытаются быть эффективными. Игорь Александрович, то, о чем вы сказали, так, Москву по поводу разных этапов российского наступления, Зеленский сказал, что вот это наступление России, оно может состоять из нескольких волн. Ну, первая волна – это то, что сейчас мы наблюдаем в Харьковской области. Вторая волна, предполагаем, это суммы, а третья волна? А это опять-таки возвращаемся к ресурсам, то есть в зависимости от того, как пойдет. То есть у нас еще и суммы не открыли по причине, мы с вами отсудили, то ли надо ресурс резервы вводить на Харьковское направление и наращивать свои усилия здесь, а если достаточные силы и средств, тогда продолжать действия на Харьковском направлении и продвигаться еще, значит, а там Харьковское разделено, да, Харьковское и Вовчанское, Купянск в сторону, Купинска, и еще открывать одно направление на сумму. Поэтому на то время этого достаточно. Тут надо помнить, что более интенсивного характера бои идут все-таки на Восточном фронте, там, значит, против Часов Яров, вот за сутки прошедшие там более 20 было штурмовок, и они до 20 колонны были задействованы в бронетехнику, вот, значит, они подтянули, 20 единиц принимали участь для того, чтобы пробить Часов Яров. Вот это направление Покровское, направление Кураховское, они остаются в силе, и там бои идут еще более интенсивные, чем на Харьковском направлении. То есть просто это новое, поэтому уделяется, может быть, в Асмеде больше внимания. На самом деле, я еще раз говорю, по тяжести боев там ситуация еще более сложная. По поводу Часов Яра, я читал Кирилла Сазонова, известного украинского политолога, военнослужащего, который как раз воюет на этом направлении, он пишет, что 17 мая противник лез почти двое суток, как в начале апреля, немаленькими группами, а всей массой с бронетехникой, колоннами и в лоб. В общем, в лоб и получили. Наши их встретили ударными дронами, ударом. Из Града вчера до вечера, то есть до воскресенья противник подсчитывал потери, ночью полез снова. Похоже, подтянули резервы, потому что кладут много народа и железо. Не считая, ближе к утру откатились и начали закидывать Градами наши позиции. Конкретно нашу группу, пишет Кирилл Сазонов, нащупали и хорошо так накрыли. Но мы тут не первый день, и Градами из норок нас не выцарапаешь. Ответила им наша ствольная. Надеюсь, не все Грады вернутся на базу. Это как раз подтверждает, обсуждаемый у нас с вами эпизод, что на Востоке бои даже более интенсивны на отдельном направлении по сравнению с Хайховскими. И это тоже иметь в виду. И здесь это как раз тот фактор. У них же ограниченные ресурсы и резервы. Поэтому они постоянно в динамике идет оценка при необходимости переброска. Это работа штаба, работа руководства для того, чтобы ежесуточно учитывать состояние своих сил противника и принимать соответствующие решения. Где куда что усиливать или принимать решение на то, чтобы наращивать определенное направление, как мы с вами обсуждали, или открывать новое. Поэтому просто на политических идеях Путин тоже многому чему научился. То есть у него первый час введения, первый, скажем, год войны больше было политического. А потом посмотрели военные, там Герасимов пьет-пьет, но не все пропил. Профессионально он достаточно подготовлен для того, чтобы ревизовывать. Они ему тоже говорили, что, значит, если просто политические, значит, это авантюра. Авантюра по объективным законам войны не проходит. Раньше или позже все ставит война на свои места. И поэтому надо в решениях опираться в первую очередь исходя на ресурсы, на уровень подготовки, обеспеченности, логистика, многое. То есть про что можно будет говорить. И они, к сожалению, чем дальше, тем в большей степени это учитывают и пытаются быть их членами. Игорь Александрович, откровенно говоря, от многих военных экспертов, ваших коллег и от людей, которые воюют, я очень часто слышу о том, что российская армия, да, действительно, она совершенствуется, она учится на своих ошибках, ну, а мы зачастую продолжаем наступать на грабли. Нет, я бы не сказал. То есть, да, ответ короткий. Имеют место и наши ошибки. И вообще нет ничего. Ну, и война сама по себе очень тяжелое дело. И поэтому ошибаются все. Вопрос в том, что какая степень этих ошибок, как это оборачивается в последствиях для состояния идей на фронте, на линии соприкосновения, линии ведения боев. Вот. А с точки зрения ошибок, вот тут надо, опять-таки, сказать о россиянах. Они многому учатся у нас. То есть те позитивные моменты, посмотрите, по дронам, по их роли и значениям, значит, в конце первого года лидировали. Лидировали, они нас догнали и обогнали. Вот. Они перенимают опыт борьбы с беспилотными аппаратами, выражающими боеприпасами наших мобильных групп. И разворачиваются. Ну, я могу повторять. То есть, они смотрят. Здесь можно, конечно, потешаться над их там черепахами или над их этим мангалами, которые... Но так или иначе, вот танк, который имеет такого рода защиту, он на поле боя проживает больше, чем какой танк, в том числе и зарубежный, там, которых у нас совсем немного. Вот, с этой танковой коалиции на пояс, с учетом того, что он будет вот оборудован таким образом. Мы помним, как мы там стебались, там, многие, скажем, зубы дракона. А сейчас говорим о том, что все это важно в системе. То есть, не только зубы, да, но и все остальное, чем можно там агрегизаться и организовать систему обороны. Это витамирование, амминирование, резервы, противотанки, и все остальное по законам войны. Это же до нас разработан весь вопрос, какая сторона более эффективно все это применит. Вот в этом есть вопросы, в этом есть подходы, к которым нам надо много трудиться, потому что время. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что украинская армия должна почерпнуть у российской, если мы говорим о тактике, о стратегии? Ну, из примеров по последнему, перенять систему обороны. Мы помним, что мы пытались сделать как наступление, значит, на Херсонском направлении, более перспективным для нас, где и планировалась операция перед началом контраступления. Они эту перспективу просто залили водой. И потом оставлялись тяжелейшие два направления в Запорожье. Система обороны. Вот они за полгода построили мощную систему обороны. Этому надо учиться, надо делать. И там-то загнали государственные, частные, всех кто угодно. То есть одновременно в войсках, тем более что у нас войск меньше, чем у них, строить систему обороны здесь должно вообще помогать общество, ну, в первую очередь правительство, конечно, чтобы инженерные все наши возможности были нацелены и строились на всех этих направлениях. Потому что, мы же видим, они не оставляют идею Путин о том, чтобы, так сказать, нападать, продвигаться и так далее. Вот в построении обороны, по классике, многое в чем. Поэтому мы смогли взять, ресурс был только на одно направление, первые линии в этой системе. А это было ясно еще, когда освобождали Херсонск. Вот у них там 25-тысячная группировка. Они тоже еще там создали систему обороны, в которую мы тоже там смогли взять только первую линию. Просто они понимали, что логистика через ДНЕП, она не сработает. Раньше или позже надо будет уходить, только позже это будет с большими потерями. И поэтому там тоже, то есть уже там они могли строить эту систему обороны. И в этом они достаточно эффективности. Вот как пример. Ну а потом, ну по вооружению, это то, что бомбы простые, они переделывают более точные, высокоточные. И мы опять пытаемся тут догнать, у нас меньше возможностей. На это что-то нам дают союзники. Но мы же видим, нас тоже научили те же союзники, что в первую очередь надо рассчитывать на свое. То есть по техническим, хотя технические, конечно, они тут помощнее. То есть по многим таким моментам есть. И надо делать усилия всегда, если есть чем учиться у врага и бить его же, так сказать, этим оружием в широком смысле этого слова. То есть они же уже, так сказать, отошли от восприятия на начало, что там кто эти украинцы, эти хохлы, которые, значит, через три дня парады на Кещатике и все прочее. То есть во многом, я уже не буду повторяться, значит, принимают наш опыт, реализуют и становятся в этом, к сожалению, эффективны в том, что используют наш опыт. Но тем временем репертуар некоторых наших политиков не меняется. Народный депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая после поездки на фронт раскритиковала публично командование вооруженных сил Украины, назвала командующего объединенных сил Юрия Содоля преступником. Также она обвинила в провалах на фронте тех, кто принадлежит к его генеральской фракции. Новый руководитель фронта, генерал Содоль, преступник, написала она, Сырский позволил ему поставить своих Галушкина, Соколова, Луценко не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля. Она считает, что Галушкин завалил оборону Харьковщины, Луценко пропустил прорыв Очеретина на Покровск и не наказан. Ни один генерал не наказан, ни при Залужном, ни при Сырском. Они всплывают снова и снова, ничего не изменилось, генеральские фракции продолжают гробить наше будущее и Сырский часть этого процесса. Он не может выйти за рамки, я вижу попытки, но. Вот как вы воспринимаете эту риторику? Попыткой того, чтобы найти крайний в этой ситуации. Крайний в этой ситуации является военная, по ее словам. Это неверный посыл, поскольку, будь там семь пядей во лбу, тот же Сырский или Залужный, да будь кто, они не волшебники, они профессионалы в своем деле, которые должны опираться на ресурсы. Вопрос к данной даме, где ресурсы для ведения войны? Где они? Почему на третьем году мобилизация? Почему соответствующая подготовка к войне вот такого уровня? Почему в системе фортификации в обороне? Значит, вот сколько вскрывается всего. То есть здесь вопросы государственного уровня, а не действий военных. Те же военные, тот же Сырский, значит, когда он возглавлял защиту Киева вместе с Залужным, то, ну вот, говорилось хорошо. Когда провел Харьковскую операцию тоже, ну так давались ресурсы, используясь возможности. И об этом надо помнить. На песке просто не построишь неуспешные, там, декупационные действия, которые нам только где-то там на перспективу. А теперь, в первую очередь, на формирование системы обороны. Вот. Ну и потом в этих рассказываниях, знаете, исторически очень много и часто. Можно посмотреть в истории военного искусства, военных действий, начала войны Советского Союза, где были последствия, кстати, руководящий состав до полкового свидания было уничтожено. И потом кровью платили и жизнями для того, чтобы научить за первые два года следующего поколения военачальников, которые умело бы могли вести боевые действия. Военное дело очень сложное. Я не думаю, что она хорошо и глубоко его представляет. И поэтому я понимаю, что там есть политические обстоятельства, значит, поведения и оценки. Но здесь надо быть выдержаннее, не способствует расколу нашего общества в такой тяжелый период, который переживает сейчас наша страна. Ну, когда человек, народный депутат, если я не ошибаюсь, парламентарий, который трудится в комитете по вопросам национальной безопасности, называет представителя военного руководства страны преступником, то нужно продолжать дальше. Называть вещи своими именами, какие-то факты должны быть, а не просто он преступник. Да. Надо отвечать за такого рода слова. Это вот, ну, несдержанность проявляется и прочее, что является недопустимым. Не хотел бы возвращаться, но вынуждаю. Если взять комитет по безопасности и вообще эту Верховную Радуну, я задаю вопрос, сколько и кто там представители вооруженных сил, которые имели какую-то не силовых структур. В комитете 20 человек. Вот там был генерал Заблотский, который ушел, так сказать, в аппарат генерала Залужного. И после этого там есть, конечно, секретарь, но он не от вооруженных сил. Он представитель там СБУ, активно пытается показывать все эти работы, выступает. Но я задаю вопрос, в самом комитете от вооруженных сил кто и как? Мы что, не видели, как себя агрессивно ведет страна? А потому что вопросы безопасности были отодвинуты с первых мест на задворки, в том числе и выборы вот таким образом в парламент. А это приводит к тяжелым последствиям, которые мы там наблюдаем. Я понимаю, что там есть фотографы, семейные там, праздничные какие-то, свадебные какие-то. Ну, там много чего взять по этому, так поэтому трудно кого-то завести профессионалов в этот комитет, который... Одним словом, Игорь Васильевич, откровенно говоря, аматоры, аматоры. Поэтому закон, который был нацелен на быструю, надо было проведение мобилизации, раз, так сказать, упущено было время, четыре месяца и свели, по большому счету, к организации учета. А вот тем, чтобы пополнить и очень быстро, тут еще просто не решится этот вопрос. Слово, быстро как-то, как хотелось бы и как требует время. По поводу закона о мобилизации, который официально вступил в свою силу 18 мая, скажите, пожалуйста, вот ваше наблюдение, поделитесь ими, как вам первая или первые реакции общественности? Я бы сказал, что потихонечку происходит в очень болезненной форме ситуация отрезвления. То есть, если два года показывали, что ТЦК – это помойка, что они там все такие, может быть, там где-то что-то и было, надо поменять, надо, но не делалось. И остается на уровне, вместо того, чтобы этими вопросами как-то по законодательству должны заниматься вообще правительства, и не ниже, там спустили на Министерство обороны уровень действия, потом на Генштаб, и Генштаб на командование сухопутных войск. И вот вид вооруженных сил, который самую тяжелую нагрузку сейчас несет, он одновременно должен этим заниматься. Инструмента не дали, что-то не обновили, и поэтому такие результаты поведения. И в связи с этим мы имеем результаты. Вот на третьем году, ну, наверное, учет как-то упорядочнее, что-то обновится. А потом только принятие решения, кого, сколько и как надо призывать, и как это двигаться. И там много... Вот смотрите, такой пример. У нас по судовой повестке, по судовой, в мирное время действия, то есть как доводится решение суда до гражданина, и потом, каким образом, если не выполняется, какие действия принимаются гражданином. Судовая повестка, в мирное время. Вот так должно было быть сделано и по призыву. А этого нет. Война на дворе – это наиболее острый момент для того, чтобы кого-то призвать и довести эту повестку. Там три этапа, через суды и все остальное. Ну, такие результаты будут. Потому что у нас, я еще раз говорю, вот посмотрите, две линии. Я им предлагал все время взять вместе с ТЦК, ножками походить, посмотреть, попытаться кого-то там попризывать. И какие, значит, результаты бы они имели. А вот какие тогда имели, что этот закон вел, ну, слегка, может быть, что-то улучшилось. Но не более того. А там должны были решительные меры. Все равно к этому придут. Тут вопрос, чтобы не было поздно. Вот в чем дело. Тем временем власти Ирана официально объявили о гибели президента Ибрагима Раиси, вертолет которого разбился накануне в провинции Восточный Азербайджан. Стреляли в Роберта Фитцу. Теперь погиб президент Ирана. Тенденция, однако. Знаете, я, так сказать, неглубокий прихильник, может быть, религии, потому что, скажем, все время в военных городках, в школах, как бы там, особенно в советское время, такая атеистическая пропаганда везде была. Ну, как-то переживали какие-то понятия, там, Бога или все-таки у каждого человека все равно что-то такое сохраняется. Но я верю в закон мировой, в закон справедливости. Он очень тяжелый, но что-то такое есть в этом. Поэтому мы видим, что как-то что-то срабатывает. Ну, а если ближе к практике международной и жизненной, то, конечно, это изменение очень существенно, потому что Иран, государство, которое борется с Украиной, вместе является союзником России. Мы знаем их шахеды. Слово оттуда, да, в Украину зашло с Ирана, со всеми последствиями, которые мы чуть ли не каждый день. Поэтому сочувствовать особенно иранскому народу не приходится, наверное. Тем более, что значительная часть общества пытается бороться. И там мы видим, как они периодически, десятками и сотнями казнят своих граждан. С традициями инквизиции Европа средняя. Ну, где Иран, и где Европа. Даже среднее развитие в Европе. Но подходы где-то от такого уровня. Поэтому надо будет отслеживать ситуацию с изменениями внутри этого государства. Будет иметь последствиями и внешнеполитическая позиция, скорее всего. Тут важно, значит, какая будет замена. И как это повлияет. Нас в первую очередь интересует вот в этой борьбе, которую Иран помогает своему союзнике в виде России вести с нашим государством. То есть это значительное событие, которым нам надо со своими союзниками, с разведными и соответствующими органами принимать участие во всем посильное в этом деле, для того, чтобы в связи с возникшей такой ситуацией улучшать, насколько это возможно, положение дел в интересах Украины. Игорь Романенко, военный эксперт, генерал, экс-заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины, основателя благотворительного фонда «Закроем мнение по Украине» был с нами на Политеке. Игорь Александрович, спасибо вам за разговор. И также я благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков за внимание. Берегите себя, услышимся и увидимся. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok